Всех, кто нашел в себе время и силы собраться сегодня в этой виртуальной комнате. И сегодня мы немножко обновим, освежим информацию об оборудовании вилла, о насосном оборудовании, применяемом в водоканалах. Базовый уровень, общие рекомендации, просто небольшой обзорчик. Если вопросы какие-то будут, задавайте, не стесняйтесь, буду стараться сразу на эти вопросы отвечать. Итак, поехали. Условно оборудование можно разделить на используемые в квартальных сооружениях, КНС, ЛНС, то есть канализационных, ливневых насосных станциях. КНС, которые собирают стоки с небольшой территории, с небольших объемов, скажем так, собирают их дальше в районную КНС, ну и несколько районных КНС, сбрасывают оборудование уже в городские большие канализационные насосные станции, зачастую совмещенные с очистными сооружениями и так далее. Но мы поговорим только об оборудовании насосным, то есть без оборудования для очистки стоков. Три основных типа установки существуют. Это погружная установка мобильная, правая схема, когда насосик можно принести, бросить в приямок, поработать через гибкий напорный шланг, откачать, вытащить и перенести в другое место. Далее, эволюция, скажем так, этой установки, это стационарная погружная установка, когда насос точно так же в приямок опускается, но уже не на опорах и не с гибким шлангом, а устанавливается на жесткую систему трубопроводов с необходимыми обратными клапанами, запорной арматурой. Но, тем не менее, есть возможность его довольно-таки легко вытащить. И есть третий тип, установка сухая, когда насос стоит в машинном зале, к нему имеется доступ со всех сторон, ну и забирает стоки из какого-то приямка, перекачивает их дальше. У каждого типа установки есть свои плюсы, есть свои минусы. Например, если речь вести об установке погружной мобильной, плюс, собственно, в мобильности можно перетаскивать оборудование с места на место. Но это накладывает определенные ограничения весовые, то есть чем тяжелее насос, тем труднее его таскать. И в какой-то момент количество людей становится нерационально высоким, то, которое необходимо для переноски этого насоса. Но это, собственно, ограничивает и характеристики насоса. То есть чем больше производительность и напор, тем он больше и тяжелее. То есть есть определенные ограничения. Погружная стационарная установка подразумевает использование грузоподъемных механизмов, поэтому ограничений в плане переноски особых нет. Плюс в том, что позволяет максимально использовать емкость приямка, в котором установлен насосный агрегат. Минус этой установки в том, что визуально осмотреть насос на предмет работоспособности, каких-то неисправностей не представляется возможным. Он всегда погружен в то, что он перекачивает. То есть его просто не видно. Ну, сухая установка, она, во-первых, подразумевает выделение какого-то объема под машинный зал, где будет устанавливаться этот насос. То есть, с одной стороны, вроде как сравнительно снижает емкость резервуара. С другой стороны, есть возможность постоянно насос осматривать со всех сторон, контролировать его работу. Ну, в этом, собственно, его плюс. Минусом будет высокая цена, потому что система охлаждения требуется встроенная, что увеличивает стоимость такого агрегата. Ну, собственно, начинать будем с самых маленьких, самых простых квартальных сооружений насосных, в которых чаще всего используется оборудование для стационарной погружной установки. Есть мобильная погружная, тоже может использоваться, но это если речь вести о ливневых сооружениях, там, где нет крупных твердых включений и вполне себе можно использовать по параметрам, по производительности и по свободному проходу насосные агрегаты для мобильной установки, переносной установки. Самые, наверное, маленькие из этой линейки, если не считать бытовые, это насосы серии Drain TS. Линейка потихонечку заменяется на линейки другие, более универсальные, но вот для ливневых стоков, там, где используется, позволяет использоваться оборудование дренажное с небольшими свободными проходами, используется насосы серии TS. Сейчас она ограничена, по большому счету, серии TS-40, то есть с диаметром напорного патрубка 40 мм. Параметры расходные напорные небольшие, максимальный размер твердых включений до 10 мм. Насос предназначен для погружной установки. Вот картиночка, видите, у него есть такие ножки, опорки, на которые он встает на дно резервуара и остаются проходы для того, чтобы забиралась вода, перекачиваемая среда. Оптимальное использование этих насосов со встроенным поплавковым выключателем. То есть эти насосы выпускаются в нескольких вариантах, они есть однофазные, трехфазные, есть в том числе со встроенным поплавковым выключателем или без него. То есть, если необходимо, то есть позволяет система использовать один насос без резервного, то есть только рабочий агрегат, то городить прибор управления, подключать к нему поплавки, наверное, не очень удобно в том плане, что не очень дешево. Поэтому оптимально было бы и, собственно, есть решение со встроенным поплавковым выключателем, когда насос работает, сам включается по достижению высокого уровня, сам включается по достижению низкого уровня в резервуаре. Ну, собственно, такая периодическая работа без использования резервного насоса. То есть именно мобильная установка. Следующий насосик, линейка, которая потихонечку и приходит на смену линейки серии ТС, это насосы PADUS UNI. Они уже побольше по производительности, побольше по наборным характеристикам, но, тем не менее, тоже имеют свободный проход порядка 10 мм. То есть более крупные твердые включения не допускаются. Насос изначально оборудован встроенным входным фильтром. Вот есть вот справа верхняя картиночка, который ограничивает размер этих твердых включений, которые попадают в насосный агрегат внутрь. И имеется возможность корректировки зазора рабочего колеса. У него рабочее колесо выполнено из пластика. Ну, соответственно, перекачивая даже дренаж с небольшим количеством абразивных включений, потихонечку рабочее колесо будет изнашиваться. Ну, и при какой-то степени износа будет появляться срыв параметров, то есть уменьшение производительности, уменьшение напорной характеристики насоса. И вот эта регулировка позволяет в определенной степени нивелировать это влияние, то есть привести его в рабочее состояние. Ну, понятно, что не до 100% износа рабочего колеса. Но, тем не менее, продлить работоспособность насосного агрегата. Его тоже очень удобно использовать со встроенным поплавковым выключателем и при работе в стесненных условиях. Это как бы немножко разные варианты, потому что все-таки поплавковый выключатель требует определенных объемов для нормальной своей работы. Но габариты этого насоса меньше, чем габариты аналогичных насосов серии ТС 50-65. Поэтому позволяет этот насос использовать в меньших габаритах приемков по длине и ширине. Продолжение линейки насоса уже Rex Uni с похожими по большому счету производительностью и напором, то есть с характеристиками гидравлическими, но рассчитаны уже на больший размер твердых включений, то есть свободный проход порядка 44 миллиметров. Этот насос может быть уже как мобильный, так и стационарный по гружной установке, то есть напорный патрубок у него не резьбовой для подключения трубопровода или геккомуфты для гибкого шланга. Здесь уже соединение фланцевое, причем соединение универсальное, фланец комбинированный, 50-65. Бывает иногда задают вопросы, а как это? То есть не может же быть, чтобы еще и отверстие менялось. На самом деле меняется не отверстие, меняется расположение винтовых соединений в зависимости от стандарта, то есть 50 или 65 диаметра этого насоса. Это отверстие на фланце овальное, вот такой вот овальной формы, что позволяет немного смещать вот эти вот болты и, соответственно, присоединять ответные фланцы как 50-е, так и 65-е. Так же, как и предыдущий насос серии BATUS UNI, он имеет сравнительно небольшие габариты, но по сравнению с серией DS и позволяет работать в стесненных условиях. Ну, собственно, так же выпускается со встроенным плавковым выключателем в том числе и имеет возможность корректировки зазора. Так, вот. Следующее. Если все-таки есть необходимость перекачивать стоки с большим содержанием абразивных включений, насосы пластиковые будут довольно быстро изнашиваться. Для дренажа до насосов из чугуна мы пока еще не дошли. Дошли пока до насосов серии KS, специально предназначенные для перекачки стоков с большим содержанием абразивных включений, то бишь песка. Насос подходит для эксплуатации с подсосом воздуха, то есть может работать для осушения, ну, что, собственно, и накладывает его первоочередную область использования, область эксплуатации. Это строительные площадки и осушение различных приемков для того, чтобы потом уже без присутствия воды вести какой-то монтаж строительных конструкций. Продолжение этой линейки, не так давно появившееся, то есть новиночка, это серия PADUS PRO. Насос изготовленный из обрезиненного алюминия с рабочим колесом из дуплексной хромистой стали, что позволяет перекачивать как стоки с большим содержанием песка, здесь параметры уже больше, чем у серии KS, так и слабо кислые и слабо щелочные стоки. То есть в довольно широком интервале PH работать. Стоки и материалы позволяют использовать его в том числе и для дренажа на каких-то химических производствах. Но опять-таки в пределах определенных PH. И имеет возможность корректировки зазора рабочего колеса. То есть когда работаем с абразивными стоками, рабочее колесо изнашивается. И соответственно на морской воде не готов сейчас ответить на этот вопрос. Скорее всего да, потому что хромистая сталь на морской воде работать может. Насколько я знаю, обрезиненный алюминий, соответственно резина покрытия тоже может работать. Единственный момент, необходимо посмотреть, как избавиться от электрохимической коррозии, которая в соленых стоках может присутствовать. Как регулировка зазора осуществляется? Вот как раз показано на картиночке. Снимается нижняя часть корпуса, пластиночка. Снимается вот эта пластиночка. Появляется доступ ко входу рабочего колеса. Снимается гаечка, закрывающая возможность механизма регулировки. Ну и собственно там с помощью ключа рабочее колесо подтягивается ближе к входу. Ну то есть перекрывая вот эти вот входные щели между корпусом и входом рабочего колеса. Да, еще один плюс этого насоса, до которого я не успел добраться, это его напарный патрубок, который можно поставить в том направлении, в котором он будет удобен. В конкретном месте, то есть здесь это нарисовано, напарный патрубок направлен вверх. Если обратили внимание, здесь поверхность такая скошенная, под углом 45 градусов. То есть вот эти вот четыре соединения можно, прям четыре болтовых соединения можно открутить, повернуть, направив напарный патрубок вбок. Ну и собственно дальше закрепить. И напарный патрубок сразу изготовлен под присоединение гекко-муфты. Как правильно, с торцем, соединение с торцем. Так, далее продолжение серии насосов дренажных. Серия ТП, сейчас ограничимся пока, что серии 65-й, со свободным проходом до 44 миллиметров. То есть тоже насос дренажный, не для перекачки стоков с фекальными длинноволокнистыми включениями. Насос предназначен для мобильной и стационарной погружной установки. Одно из исполнений этого насоса, это исполнение без встроенного поплавка в серийно взрывозащищенном варианте. То есть если в этом насосе есть встроенный поплавок, взрывозащиты нет. Если поплавка нет, то он автоматически, без каких-либо там особых условий дополнений при запросе, он изготавливается во взрывозащищенном исполнении. Поэтому его удобно использовать, например, для дренажа поверхностных стоков АЗС. Там, где есть небольшое включение вот этих вот масел, бензинов, дизелей и так далее. То есть там, где есть опасность того, что это может воспламениться. Насос во взрывозащитом исполнении изначально. Продолжение линейки с увеличением производительности насоса серии REX. Это насоса. Их два подряд будет. REXA-FIT и REXA-PRO. Пока вот останавливаемся на серии REXA-FIT. Это насос с корпусом из чугуна. Предыдущие насосы были с корпусом из пластика. За исключением КС и ПАДОСа. Здесь корпус из чугуна и корпус двигателя из нержавеющей стали. Плюсом этого насоса является свободно-вихревое рабочее колесо, который позволяет перекачивать стоки с включением размером до напорного патрубка. То есть если это REXA-FIT 0,5, то есть 50 мм напорный патрубок, то до 50 мм размер твердого включения может перекачивать. Свободно-вихревое рабочее колесо удобно тем, что позволяет нормально работать без срыва параметров с неоднородными по составу, по плотности стоками, со стоками с большим содержанием газовой фазы. То есть появляющиеся газовые пузыри в корпусе насоса не перекрывают гидравлику, не снижают, не срывают расходы напор, который выдает этот насос. Они дальше в систему спокойненько, потихонечку перекачиваются. У него, конечно, низкий КПД у такого типа рабочих колес, но зато оно может работать практически со всеми стоками, со всеми включениями, которые только сюда могут прилететь. Ну и, соответственно, при большом диаметре напорного патрубка этот насос можно использовать уже и для перекачки фекальных стоков. То есть есть ограничения, которые очень желательно соблюдать для перекачки стоков фекальных, стоков с длинноволокнистыми включениями. Необходим насос со свободным проходом 80 мм и выше. То есть здесь уже можно. Серия REXA PRO, по сути, тот же самый REXA FIT, только в корпусе уже полностью из чугуна. И от серии FIT, то есть FIT, фитнес, физкультура, облегченное исполнение, скажем так, отличается тем, что помимо рабочего колеса, тоже Vortex, он еще и серийно во взрывозащищенном исполнении изготавливается. То есть здесь уже можно использовать и в фекальных стоках в том числе, не оглядываясь на то, что в фекальных стоках может образовываться газ метан, который имеет определенную опасность воспламенения и, соответственно, взрыва. Здесь уже фекальные стоки допускаются. Если у нас стоки все-таки фекальные, и надо бы вроде бы использовать насос с большим свободным проходом, 80 мм и выше, но при этом объем притока у нас очень небольшой, то есть там буквально, я не знаю, один-два частных дома работают, или там один-двух подъездный, пятиэтажный дом, ну то есть очень небольшие величины притока, использовать такой насос с большим свободным проходом, соответственно, с большим напорным патрубком и так далее, нерационально, потому что получится насос, подобранный с рабочей точки и заваленный довольно сильно влево, то есть в область минимальных расходов, в область нежелательной работы любого абсолютно насосного агрегата. Здесь на помощь приходят насосы со встроенным режущим механизмом. Начало линейки – это серия Trine MTC. МТС-серия с производства снята уже давно. И МТЦ-с это потихонечку снимается, сейчас остались только маленькие очень, по-моему, 32-е и часть линейки 40-й. Насос МТЦ интересен тем, что имеет внешний режущий механизм, то есть вот старая советская мясорубка, диск, внутри нож, вот здесь вот этот режущий нож расположен снаружи, форма у него такая, немного похожа на перевернутый, вернее, не перевернутый, а стаканчик, то есть такой объемный элемент. И при работе вокруг насоса создает область завихрения, взмучивания, в которой осадок не успевает накапливаться на дне приемка, не успевает уплотняться, коксоваться, и, соответственно, забивать как емкость этого резервуара, так и со временем входной патрубок насосного агрегата. То есть этот насос, оптимальное, наверное, его использование, помимо того, что стоки фекальные, так еще и стоки, в которых есть довольно большое количество включений, которые могут упасть на дно, осесть, скоксоваться и, в общем, забить поток приемок насоса. Продолжение этой линейки, насосы серии Rexacad, от слова CAD, резать, они уже есть в двух исполнениях, с режущим механизмом внешним, буквы ЖЕ в маркировке, и механизмом внутренним, ЖИ. Разница в том, что, ну, помимо того, что просто в словах внешний и внутренний, внутренний режущий механизм имеет больший КПД, по сравнению с внешним, соответственно, он может выдать большие напоры, если у этом есть необходимость. Ну, а внешний режущий механизм, так же, как на предыдущем насосе, насосе серии МТЦ, создает взмучивающий эффект и, соответственно, перекачивает все это хозяйство дальше в систему канализации. Так, да, это все еще квартальные КНС-очки у нас. Продолжение серии ТП, это насосы 80-е и 100-е, то есть с 80-м и 100-м напорными патрубками. Они уже не предназначены для мобильной установки, у них нет здесь вот элементов, ну, таких, как правильно сказать, вырезов, через которые вода поступала бы на всас этого насосного агрегата, предназначены уже только для сухой установки. Причем, как погружной, так и, вернее, предназначены для стационарной установки, причем как для погружной, так и для сухой установки. Здесь есть уже встроенная рубашка охлаждения, свободные проходы этих насосов 80 на 80-м и 95 на 100-м, что позволяет их уже использовать для перекачки стоков фекальных и стоков с длинноволокнистыми включениями без использования режущего механизма, то есть уже на больших производительностях, но пока что с сравнительно небольшими напорами, порядка 20 метров. Насосы серии F-A основная, наверное, и самая широкая линейка насосных агрегатов, которая есть в производственной программке линейки VILA. Потихонечку она тоже заменяется, заменяется в первую очередь на насосы серии REX, но тем не менее пока что она присутствует. Серия, здесь, например, F-A 80-е, производительности уже побольше, чем у серии TP, напоры тоже побольше, ну и, соответственно, свободный проход от 80 миллиметров и выше, перекачка стоков с длинноволокнистыми включением бездрежущего механизма. Плюс этого насоса, вернее, интересность этого насоса в том, что изначально имеет определенное количество различных встроенных защит, плюс имеет возможность установки огромного количества защит опциональных. То есть этому насосу у нас коллеги из инженерного отдела посвящают зачастую отдельный вебинар. И то, наверное, обо всем не успевают рассказать. То есть есть возможность контроля протечек в камеру торцевых уплотнений. Это вот здесь вот между гидравликой и двигателем. Потом есть возможность контроля протечек и температуры подшипников нижних. Здесь вот в нижней части электродвигателя. Аналогично в верхней части электродвигателя. В зависимости от того, какой двигатель используется, датчики бывают различные. То есть там взрывозащищенный, невзрывозащищенный двигатель. Датчик может быть поплавковый, может быть электрод, может быть безэлектрический датчик. То есть очень большое разнообразие. Такой конструктор, лего для взрослых. Ну пока мы вот здесь именно в разделе портальных КНС говорим о насосе с двигателем серии Т для стационарной погружной установки. Минимальный уровень стоков в резервуаре это верх электродвигателя. Ниже опускать нельзя, потому что иначе будет недостаточное охлаждение. Охлаждение двигателя идет в перекачиваемую среду. Но благодаря защитам этот насос оптимален для использования в КНС-ках полностью автоматически без присутствия персонала. То есть можно контролировать практически все аспекты работы этого агрегата дистанционно. Drexosupro один из насосов, который потихонечку приходит на смену насосам серии FAA. Насос точно так же конфигурируемый. В программе подбора он присутствует. Мне не так давно коллеги подсказали, что есть в названии супра. В программе подбора нет, обозначается таким вот образом. Drexiconfigurable. На большую производительность, на большие напоры, практически аналогичен насосам серии FAA, только более современная разработка, более технологическое изготовление, большая эффективность и более высокий КПД по сравнению с аналогичными насосами серии FAA. Но при этом сохраняя все плюсы насосов FAA, то есть большое количество вариантов функциональных защит. на базе вот этих вот небольших дренажных насосов, в основном дренажных, производятся готовые КНСки. То есть бывает спрашивают, а делает ли вилла готовые установки. Раньше делали довольно большое количество, увозили, потом потихонечку стали от этого отходить. И осталась такая ограниченная линейка серия DrainLift VS с диаметром корпуса 600, 900 и 1100 мм под один или два насосных агрегата, то есть просто рабочий или рабочий плюс резервный, насосные агрегаты этих вот дренажных серий, перечислены здесь вот они на слайде, но за исключением насосов МТС и, например, RECSA, если речь вести о RECSA-FIT, RECSA-PROZ с большим свободным проходом. То есть вот эти две серии позволяют перекачивать, в том числе и фекальные стоки. И еще один вариант исполнения готовой насосной станции. Это уже давно не новинка, но тем не менее пока еще не пользующаяся популярностью, пытаемся потихонечку продвигать эту установку на территории России. Называется это Виллапорт ФТС. Есть аналогичная, собственно, линейка, откуда и пришла Эмупорт, с другого нашего завода, который специализируется на дренажном канализационном оборудовании. Это система ГНС с сепарацией твердых отходов. То есть помните, речь шла о том, что для перекачки фекальных стоков с крупными твердыми включениями стоков необходим насос со свободным проходом, там 80 миллиметров и выше. Если нет, то необходимо использовать насос с режущим механизмом. Так вот, есть промежуточная такая линейка расходов производительности, когда с режущим механизмом уже не хватает по производительности, он слишком маленький, а с большим свободным проходом подбирать получается очень завышенный насос. тот вообще необоснованно завышенный и дорогой, и с неудобной, с плохой рабочей точкой. Ну и в принципе бывают такие включения твердые, которые даже при том, что насос, например, можно подобрать, который пропустит их через себя, все-таки лучше внутрь насоса не пускать, потому что может нанести определенные механические повреждения. Используется вот эта вот система, порт FTS, EMO-порт или VILO-порт, в которой вот эти твердые включения не попадают внутрь насосного агрегата. Они остаются в специальном элементе и дальше напором при включении насосного агрегата выталкиваются в дальнейшую канализационную сеть. То есть они приплывают куда-то дальше на очистные сооружения, но тем не менее они, по крайней мере, не попадают в насос. Этой серии, этому изделию тоже посвящены отдельные вебинары, поэтому очень долго, как бы не хотелось бы на нем останавливаться. Вот есть такая система, она очень удобная, очень хорошая, про нее можно будет подробнее послушать на других специальных вебинарах. Районные КНС, то есть уже с большей производительностью, куда квартальные КНС, КЛНС сбросили свои истоки, в большинстве своем это уже серьезные сооружения, в которых насосы со свободным проходом 80 мм и меньше редко используются, просто потому что производительность уже требуется значительно более высокие. И в основном здесь используется оборудование для стационарной сухой установки, как серии затопляемых насосов, те же EFA или REXO SUPRA, так и насосов с стандартными двигателями воздушного охлаждения, как слева нарисованы обычные консольные насосные агрегаты, потому что вот маленькие погружные, тем более дренажные, уже с такими параметрами не справляются. Те же самые REXO SUPRA в погружном варианте, причем здесь уже и в погружном, и в сухом варианте, то есть для сухой установки, не погружной, и насосы серии EFA с большой производительностью, с большими диаметрами, с большими напорами. Здесь появляются еще несколько типов двигателей, которые имеют встроенную рубашку охлаждения. Рубашки разные, есть маслонаполненные, есть просто внешние каналы теплосъемные, и снятое с электродвигателя тепло здесь передается уже через специальный теплообменник в перекачиваемую среду, то есть не в окружающей среде, как вот серия Т были, а уже в перекачиваемую среду передается. Удобство этих насосов в том, что их можно затапливать. То есть если вернуться к этому, например, слайду, если стоит подобный насос в КНС, в заглубленном помещении, в заглубленном здании, обычно так и бывает чаще всего, то при, например, паводковых затоплениях или при аварии на резервуаре уровень жидкости может подниматься до тех пор, пока не зальет электродвигатель. Тогда, во-первых, насос выходит из строя, останавливается, во-вторых, его не запустишь, пока электродвигатель, или не просушишь, или не поменяешь. Ну и даже после просушки может не запуститься, потому что просто успел сгореть. Насосы серии F-A при таком варианте, то есть F-A, Rex и Supra, могут затапливаться и благополучно работать под водой. То есть не только не теряют свою работоспособность, но еще и работать в этом режиме могут. что, собственно, позволяет их использовать там, где есть опасность, но, наверное, в первую очередь затоплений паводковых. То есть там, где грунтовые воды высокие, то есть такая система не боится затоплений, может работать дальше. Ну и если все-таки вопрос цены встает более остро, чем надежность работы оборудования, есть консольные насосы, вернее, блочные насосы и консольные насосы с двигателями воздушного охлаждения, по производительности сравнимой с серией F-A, с предыдущего слайда, которые, как обычные консольные насосы, устанавливаются на специальные фундаменты, но при этом при более низкой стоимости они боятся затопления. То есть тут как бы что страшнее, или потерять работоспособность, или изначально заплатить большую стоимость, но зато работать спокойно. И ГКНС, большие насосные станции, продолжение вот этих вот линеек F-A, они изготавливаются до 500-го, диаметр точно до 600-го, я сейчас не помню, были раньше, есть ли сейчас, с напорным патруком диаметр 500-600 миллиметров. Опять-таки серия RECSA-блок RECSA-норм на сравнительно небольших ГКНС-ках может использоваться. И на одном из заводов концерна Вилла, на заводе Mother Implat, производится довольно широкая линейка насосов, объединенных одним названием Non-Clock Pump, которым тоже посвящается отдельный вебинар. Один из коллег из инженерного отдела про них рассказывает более подробно. Я хотел бы сказать только о том, что эти насосы есть производительностью, до 8000 кубов в час одного насосного агрегата со сравнительно высоким напором до 60 метров. Не очень большой, но в большинстве задач, в общем-то, хватает этого напора. Плюс этой линейки в том, что такие насосы можно устанавливать вертикально. Как на фотографии, поднимать двигатель вверх, что, во-первых, делает довольно удобным и компактным размещение таких насосных агрегатов в помещении насосной станции. То есть на одних и тех же площадях можно большее количество насосов установить. Во-вторых, снижает вероятность выхода из строя из-за затопления, потому что уже на сравнительно большую высоту необходимо будет затопить такую КНС-ку по сравнению с горизонтальной установкой этого двигателя. Насосы конфигурируемые. То есть, помимо прочего, они еще имеют и возможность установки различных электродвигателей в зависимости от того, что удобно на данном конкретном объекте. Могут быть низковольтные 0,4 кВ, могут быть 3, 6, 10 кВ. Комплектуются они как европейскими двигателями, так и двигателями российских производителей. То есть, довольно-таки широкий простор для творчества. Если нужно сделать, чтобы и хорошо работало, и много перекачивало, но при этом или подешевле, или наоборот сделать с различными защитами, контрольками, вплоть до хранения данных о работе насосов где-то в облачных хранилищах. Все это можно организовать с подобным типом насосных агрегатов. Помимо, собственно, насосов возникает необходимость в управлении этими насосными агрегатами. В квартальных КНС, ЛНС чаще всего используется один или два насосных агрегата, то есть редко когда бывает больше, ну и соответственно необходимы приборы, управляющие одним рабочим или одним рабочим, плюс одним резервным насосным агрегатом, то есть одним или двумя. В больших насосных станциях, КНС, КГКНС, уже как минимум два насоса используются. Это просто нормами диктуется, что должен быть рабочий. В зависимости от категорийности объекта, который канализуется, бывает требование по нескольким рабочим агрегатам, соответственно, по нескольким резервным агрегатам, то есть не факт, что он только один должен быть резервный агрегат, ну и соответственно может возникать необходимость управления до шести насосных агрегатов, включая резервные. Используются приборы на маленькие насосы мощностью до 4 кВт для управления, например, одним насосом, используется прибор МСЛ-1Х4Дол. Самый простой, самый маленький, самый дешевый, который работает с однофазными или трехфазными насосами, практически все приборы у нас, кстати, универсальные, имеет обобщенную сигнализацию о неисправности в виде сухого контакта, беспотенциального, к которому можно подключить лампочку или сирену с соответствующим питанием для того, чтобы подавать информацию о неисправности. Работает по одному поплавковому датчику, по одному поплавку и второй поплавок используется как сигнализация о переливе, то есть аварийное состояние. Долго останавливаться тоже не буду, потому что по автоматике, в том числе и по этой, тоже есть отдельный вебинар, поэтому просто вот скользь о том, что есть. Для управления двумя насосными агрегатами до 10-4 кВт продолжение этой линейки МСЛ-2 приборчик. Все то же самое, за исключением того, что работает уже по двум поплавковым датчикам. По сути, один управляет одним насосом, второй управляет вторым насосом и плюс третий поплавок для сигнализации о переливе. Если речь вести о большем количестве насосов и о больших мощностях, например, до 4 насосов, до 35 кВт каждый, есть прибор продолжения этой линейки СЦЛ-1, 2, 3 или 4Х. Дальше там обозначение мощности. Соответствующее продолжение линейки, аналогичное по функционалу серии МС, но более продвинутое в том плане, что есть возможность установки некоторых опций, которые могут понадобиться. Например, на больших мощностях, если электросеть объекта предприятия может не выдержать прямой пуск с 7-8 кратным превышением пусковых токов, можно использовать плавный пуск. Можно установить, например, GSM-модем, если КНС-ка такая стоит довольно далеко от цивилизации и нет возможности держать там персонал или постоянно этот персонал гонять туда для того, чтобы проверить работоспособность, получать по GSM-сетям информацию о работе КНС-ке в автоматическом режиме. Ну и несколько протоколов для подключения к системам автоматического управления зданиями и сооружениями. Самый популярный у нас в России это протокол МОДБАС-ФДУ. Еще один приборчик, наверное, более популярный в настоящее время, более популярный у нас здесь в России прибор серии SK712. Он изготавливается в нескольких вариантах. Самый маленький, самый простой 712 это до 5 киловатт, вернее 5,5 киловатт, однофазные или трехфазные насосы, два насосных агрегата, рабочий и резервный, без возможности плавного пуска, частотного регулирования и так далее. Но изначально вот этот маленький простой приборчик, по сути аналог серии MSL, имеет возможность опциональных расширений. Во-первых, исполнение T2 для уличной установки при температуре окружающей среды до минус 40 градусов. Такой металлический ящик, антивандальное исполнение, позволяющий КНС-ку в полностью автоматическом режиме эксплуатировать. Соответственно, для этого автоматического режима необходима возможность дистанционного контроля параметров и управления этим объектом. Соответственно, есть интерфейс RS-485 USB для подключения к сетям через Эвернет-разъем, если есть такая возможность, если все-таки не очень далеко от людей, от производственных зданий, так как НС-ка расположена, можно встроить посредственно вот этого интерфейса в систему управления и иметь информацию о работоспособности. Если такой возможности нет, люди находятся далеко, то опять-таки GSM-смс-информатор, который позволяет как снимать информацию, так и, насколько я помню, отдавать распоряжение включения и выключения различных функций этого прибора, этих насосных агрегатов. Продолжение этой линейки SK-712 есть с прямым пуском, есть пуск звезда-треугольник, есть плавный пуск, есть частотное регулирование до шести насосных агрегатов, может управляться различных мощностей, мощностей довольно высоких. В очередной раз я, к сожалению, не прописал себе вот эти цифры именно по мощностям, но вот до 300 ампер потребляемого тока для прямого пуска, до 200 ампер плавного пуска, это уже довольно серьезные мощности, это за сотню киловатт переваливает, то есть для большого количества больших мощных насосных агрегатов с теми же самыми опциональными возможностями, как и на маленьком приборе СК-712. Но для того, чтобы управлять по определенному параметру, в частности, по уровню, к этим приборам необходимо подключать датчики. В качестве датчиков чаще всего используются поплавки, поплавковые выключатели. Самый маленький, самый простой, это поплавковый выключатель серии VA. Он исполняется в нескольких вариантах, бывает, вернее, в нескольких вариантах. Во-первых, VA-65 и VA-95. 65 и 95 это максимальная температура, которую выдерживает такой поплавок. То есть он может использоваться и на горячей воде, несмотря на то, что... Так, Владимир Иванов пишет, что Максим для водоотведения СК-712W не используется. Собственно, да, не используется. И вроде бы, как и задачи такой нет для того, чтобы использовать прибор с частотником на водоотведение. Но, тем не менее, иногда случаи бывают. И, как бы, если это будет интересно, смогу рассказать о том, какую задачу можно решить с помощью частотника. Другое дело, что, да, нет прямого функционала. Прибор СК-712, у него 5 программируемых режимов работы. Изначально вот в прошивке заведено. и работы по аналоговым датчикам, вернее, работы с частотным регулированием для систем водоотведения действительно не предусмотрено. То есть, там колхозить необходимо, но, тем не менее, можно. Так, продолжаем про поплавки. То есть, 65-95 градусов, то есть, для горячей воды, несмотря на то, что насосы погружные, в принципе, предназначены для перекачки воды с температурой 35, некоторые 40 градусов и не более. Кратковременно допускаются перегревы до 60 градусов, на некоторых моделях до 70, и буквально три модельки существуют, которые перекачивают воду горячую, но мы в формате сегодняшнего вебинара, сегодняшней нашей встречи, про них просто не говорили. Это больше оборудует для системы отопления в плане от дренажа и СЦТП, котельных, от аварийных сбросов высокотемпературных. Так, и поплавки серии ВАО. То есть, если поплавок серии ВА работает на опорожнение, то есть, включается в верхнем положении поплавка и выключается в нижнем, то поплавки ВАО с перевернутым гистерезусом, которые работают на заполнение емкостей. То есть, это не совсем канализация, но, тем не менее, для заполнения емкости вполне можно его использовать. Эти поплавки, как правильно сказать, они не рекомендованы для использования в фекальных стоках. Дело в том, что если речь вести о стоках в фекальных, то при определенном количестве времени, когда уровень в резервуаре не меняется сверху, на стоках образуется корочка, которая потом при работе насоса, при начале откачки, может не сломаться, не опуститься, и поплавочек в верхнем положении на этой корочке так и будет лежать. При этом уровень воды будет опускаться. И для того, чтобы справиться с этой бедой, чаще всего, конечно, в советских КНС-ках использовали стержневые электроды, но, тем не менее, у нас тоже, кроме электродов, есть решение, это специальный поплавок МС-1, утяжеленный, который вот эту корочку проламывает собственным весом, ну и, в общем-то, он и рекомендуется для работы с фекальными стоками. То есть поплавок серии ВА используется со стоками дренажными, поплавок серии МС-1 рекомендован для стоков фекальных. Ну и если работают насосные агрегаты в условиях стесненных, когда нет возможности вывесить несколько поплавков, которым необходимы определенные плечи, для того, чтобы обеспечить уровни включения-выключения, можно использовать аналоговый датчик уровня с выходом 4,20 мА, который с тем же SK712 прибором или с прибором SC-Lift вполне себе нормально работает. при этом диаметр КНС-ки, то есть размер именно в плане, а не по глубине, он позволяет использовать этот датчик в особо не в стесненных условиях. По поводу серии ФА немножко подробнее, скажем так, остановиться, буквально еще несколько минут вашего времени занять, дать некоторое пояснение. насосы серии ФА это тот конструктор, как я уже говорил, у которого есть несколько типов электродвигателей, есть несколько типов рабочих колес. И в зависимости от задачи, в зависимости от расхода напора и что перекачиваем, можно использовать тот или иной тип насосного агрегата. Например, если стоки проходят предварительную очистку, то есть есть решетка какая-то или корсина, решетка конечно лучше, и от крупных твердых включений стоки очищаются перед тем, как попасть в насос, то можно использовать многоканальные рабочие колеса со сравнительно низким свободным проходом, но при этом они имеют высокий КПД. То есть когда речь идет о том, чтобы поменьше мощность поставить или насос с более высокими напорными, например, параметрами, то это многоканальные рабочие колеса. Если же стоки не проходят предварительную очистку, есть большое содержание фекальных длинноволокнистых включений, какие-то стоки сгущенные, то есть более большое количество газовой фазы, метан выделяется, там в КНС-ке стоит, довольно редко включается насос, потому что приток небольшой, количество жителей небольшое, необходимо использовать свободные вихревые рабочие колеса, то есть в Rexa Fit, Rexa Pro вортекс колеса есть, они там изначально именно вортекс, в насосе серии ФА это один из вариантов исполнения. КПД низкий, но свободно, вернее, хорошо относится к перекачке с большим содержанием газовой фазы, длинноволокнистых, включение неоднородной стоки и так далее. Если есть еще и опасность того, что вот эти вот стоки будут коксоваться, уплотняться на дне резервуара, то свободное вихревое рабочее колесо можно оборудовать взмучивающей головкой. Нижняя картиночка такая, миксер висит. Причем взмучивающая головка, как и свободное вихревое рабочее колесо, в данном случае изготавливается из специального материала, отбельного чугуна, называется он нас абразит, по прочности он мало чем уступает нержавеющей стали, ну и соответственно может работать с большим содержанием песка, то есть очень устойчив к абразивному износу. Если же речь вести о перекачке больших объемов стоков, ну правда стоково-дренажных не фекальных, при этом напоры большие не требуются, например это ливневая канализация, просто попутная насосная станция, дальше придать движение воды в сторону очистных сооружений, используются осевые рабочие колеса, верхняя картиночка, которые до 6 тысяч кубов в час одним насосным агрегатом могут дать, при этом напоры буквально 3-4-5 метров низкие. разные типы двигателей уже упоминал про это и уже наверное большинству рассказал, если глубина КНС достаточно, то можно использовать насосы серии с двигателями серии Т, у которых минимальный допустимый уровень стоков, это верх электродвигателя, ниже уровень опускать нельзя, будет недостаточное охлаждение двигателя, он может сгореть. Если же глубины КНС недостаточно, объема КНС недостаточно и необходимо как можно более полно использовать объем резервуара, то при использовании двигателей серии ФК, ФК, Т и ХЦ уровень стоков можно опускать до уровня стыка гидравлики и двигателя. То есть вот этот размер, дополнительный объем, который мы можем использовать. Потому что в СП, насколько я помню, есть требования о минимальном времени работы насосного агрегата. Вот для того, чтобы это обеспечить. Если вдруг габариты не позволяют, приходится использовать небоящийся стопление насос с двигателями серии ФК и ФКТ, можно использовать в горизонтальном исполнении. То есть если высота помещения не позволяет установить такой насос вертикально, то можно устанавливать его горизонтально. Правда далеко не все двигатели позволяют это сделать. Позволяют они это сделать только при соблюдении еще некоторых условий. То есть необходимо устанавливать вот эти специальные элементы, которые мы производим. Плюс есть элементы по-моему для смазки и охлаждения подшипников насоса, установленного в таком вот варианте, в горизонтальном варианте. Но тем не менее, если есть необходимость не боящейся затопления насоса, установить горизонтально с двигателями ФК-202, ФК-T271 и 272 вполне себе возможно. Но нужно проверять возможность каждого двигателя, можно так поставить или нет. На этом пожалуй все, о чем хотел сегодня рассказать, освежить ваши сведения в головах, данные. Наши контакты, если вдруг какие-то вопросы будут возникать, милости просим. Если сейчас какие-то вопросы есть, я какое-то время еще побуду на связи. Наши контакты у коллег в Республике Беларусь, если вдруг кто-то сегодня присутствовал из тех краев и хотел бы узнать, как связаться с нашими коллегами, а также в Центральной Азии, Казахстане, то вот контакты на экране. Хорошего дня, хорошей недели, хорошего начинающегося лета. До свидания, до следующих встреч. субтитров,